всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена в одном из своих предыдущих видео я показывала вам носочки и также спросила вас хотели бы вы посмотреть на мои запасы носочной пряжи потому что я даже сама терялась догадках сколько же у меня ее мотков или килограмм и многие из вас написали в комментариях да алена будет очень интересно посмотреть ваши запасы посмотрите я собрала всю носочную пряжу представляете себе это вот такая сумка я думаю что мне хватит тут вязать носочки не на один сезон да не на один год ну что друзья давайте с вами посмотрим поподробнее я сейчас все выложу на стол кстати у меня здесь на столе уже готовые носочки я тоже вам их покажу вот друзья всю пряжу разложила на столе у меня еле-еле это все уместилось вы видите какая-то огромная гора вот столько у меня богатств значит что я хочу сказать ту пряжу которую вы видите вот здесь вот с этой стороны и вот это все снизу вот это это все что я получила в подарок это все что мне дарили девочки а вот эта часть горочки это все что я купила сама и знаете что самое такое как сказать опасная наверное в насочной пряжа то что кажется ну моточек 2 моточек 2 но вот как раз моточек 2 и получается вот столько моточков я конечно не считала сколько здесь килограмм и думаю это но ни к чему но мы можем с вами все рассмотреть очень много пряжи я получила весной от ирины из из финляндии у нее есть канал великолепные работы замечательные ирина вяжет прекрасно спицами прекрасно вяжет руками прекрасно вяжет на машине и я оставлю вам ссылочку на ее канал она посмотрев мои видео весной когда я сказала что я вдохновилась вязанием носочков мне очень понравилась техника helix где можно в этой технике вязать например двумя нитями без отрыва нити и можно ну сочетать да например одноцветную пряжу и например вот такую вот секционного окрашивания пряжу и я повязав из некоторой пряжи сказала что мне ну как бы тонковатая пряжа да я я бы вас по толстенькой бы пряжи повязалась более толстенькой и вот ирина собрала мне посылочку здесь очень много пряжи и это пряжа она вы знаете она прям такая толстенькая здесь вот посмотрите такие расцветочки красивые вот эта фирма navita называется здесь моток например вот этот большой моточек это 200 грамм то есть здесь я думаю что не на одну пару носочка хватит а если еще комбинировать то еще и больше и вот у меня один это все от ирины пришло вот один такой моток это все от пряжи на вита вот это все пряжи на вита вот такие это секционного окрашивания вот такой еще моточек посмотрите очень красиво я буду сразу вот сюда вот откладывать это в сторону вот и вот такой цвет просто обалденный вот это мне очень нравится да вот такие вот чисто ну не знаю мужской цвет можно сказать мужские носочки да вот таким цветом связать тоже класс это тоже на вита пряжа и она вся вот такая вот толстенькая здесь если по метражу смотреть вот здесь вот уже 100 граммовые моточки и здесь у нас в 100 граммах 200 метров то есть понимаете да что это такая более толстенькая ниточка здесь обозначение кстати уже на спицы 3 3 с половиной миллиметра идут да то есть начинать надо от трех с половиной спицы вязать вот такую пряжу это шерсть потому что запах шерсти его слышно чувствуется сразу вот и поэтому если учесть что еще пряжа раскроется то конечно нужно вязать то лишь только на три с половиной спицы чтобы носки не получили слишком такими забитыми это все от ирины я получила и получила также от нее вот такую вот еще уже однотонную пряжу вот это тоже все фирма на вита вот видите это все фирма на вита вот такие цвета по-моему они просто все замечательные это замечательная великолепная пряжа шерсть теплая толстенькая тут можно и следочки и носочки связать можно все что угодно связать кстати очень многие девочки писали и многие я знаю на ю тубе показывают что вяжут даже изделия из этой пряжи и из остатков пряжи вот у марины например ее канал made by маринай у нее вышел мастер-класс бактус из остатков пряжи то есть можно связать все что угодно при желании а вот эту всю пряжу я тоже получала в подарок от девочек вот это например прислала мне анюта вот в посылочке регия кстати это наша вот фирма шахмайер очень многим она известная очень многие ухвалят вяжут и говорят даже мне одна зрительница написала что алена я пробовала разную пряжу но лучше этой пряжи нету носки просто неубиваемые они и мягкие в то же время и очень износостойкие очень такие устойчивые я никогда не вязала из этой пряжи но хочу вам сказать что те женщины вот именно меня спрашивают да вяжут ли немки вот в основном коренные немки вяжут именно вот аксессуары то есть носки шапки шарфы что-то такое маленькое то есть да какие-то крупные изделия там допустим кардиган или свитера или джемпера это крайне редко и вот именно коренные немки для вязания носков покупают только эту пряжу только эту и никакую другую вот я еще не пробовала но я уверена что это действительно хорошая пряжа если столько положительных отзывов и я обязательно попробую здесь видите вот секционного окрашивания пряжа и она сразу вот так вот в носочек укладывается вот такие полосочки вот здесь у нас ну во всей пряжи здесь насущный состав стандартный единственное здесь конечно метраж разный вот здесь 100 грамм например 420 метров но это стандартная это значит ниточка друзья помог 4 сложения до в 4 сложения потому что у меня есть ниточка вот такая вот в 6 сложения она более толстенькая и вот то что мне прислала ирина вот эти вот ниточки это тоже я думаю что в 6 сложений здесь может быть даже и написано во сколько сложений но я честно говоря не понимаю но по-любому эта ниточка толстенькая да я сказала если здесь 100 грамм и 200 метров то это достаточно толстая ниточка вот значит буду пробовать вот это мне навстречу подарили я получила вот такой вот моточек от фирмы лана гросса вот здесь тоже носочек нарисован здесь у нас что получается 100 грамм 210 метров вот и шпорт воля написано до носочный состав вот тоже укладывается вот таким узором но здесь не только полоски здесь видите узорчик как будто бы тоже немножечко элементы жаккарда вот значит такой меня моточек это тоже в подарок я получала потом я получила в подарок вот такую пряжу ализе супервош очень многие ее тоже хвалят из девочек очень многие говорят что она действительно тоже не убиваемая вот кто-то писал мне что она грубоватая но знаете не не вижу разницы сильной между другой пряжей хотя ну может быть чуть-чуть вот если потрогать может быть чуть-чуть вот это вот грубее колковат но не знаю нет вообще практически одинаково не могу сказать буду вязать увижу постираю увижу да ну может быть этот моточек немножечко так кажется как бы нежнее и мягче вот я знаю что очень многие хвалят эту пряжу ализе я вы знаете люблю любую пряжу я не выделяю из пряжи я не говорю конечно что какая-то пряжа супер супер шикарная какая-то не очень я знаю что и у фирмы ализе есть очень достойные артикулы вот но в любом случае вот этот еще артикул я не пробовала обязательно попробую скажу вам свое мнение но уверена что если тоже все хвалят и говорят что замечательная пряжа а вот и сноса и нет этим носочком замечательно все держится не протирается то я думаю что это пряжа тоже себя хорошо зарекомендовала вот такую пряжу я тоже получила в подарок а то личке в посылке лана груза это я тоже не пробовала здесь она даже у нас немножечко капельку капельку с люрексом переход очень такой интересный секции очень нежные но тоже это носочная пряжа здесь видите носочек нарисован у меня таких два мотка то есть но одного мотка хватает как бы на один носок но при моем размере если я еще комбинирую то у меня иногда и только одного достаточно для одной пары и еще второй тоже пригодится и на другую пару еще у меня есть вот такая пряжа лана гросса тоже получала ее в подарок от девочек на встрече сборная германии вяжет дружно это толстенькая ниточка и знаете она не просто толстенькая она еще такая немножечко скрутки такой вот интересный прям фактурной такой да не просто ровная ниточка да она такая вот еще вся скручена очень очень интересно я из нее тоже не вязала но посмотрела я видео маринай вот у нее на канале где у нее там тоже про носочки и вот она как раз показывала такую пряжу но только в более таких зеленоватых оттенков и она даже из этой пряжи носочки вязала с таким узором там петелька скрещенная такая была местами она там меняла очень мне понравилось очень вот я думаю что и даже просто лицевую гладь тоже будут замечательные носочки вот у меня видите такие запасы богатые девчонки позаботились до столько подарков не подарили что теперь только вязать и вязать носочки здесь у нас моток большой здесь 150 грамм и здесь 375 метров то есть понимаете что ниточка такая достаточно толстенькая и по обозначением стоят спицы от тройки до четверки то есть можно вязать на тройке я бы даже сказала что и на три с половиной можно вязать вот а цвет прям шикарный посмотрите цвет осени цвет осенние листвы это же вот прям вот сейчас вязать прямо носочки и кстати марина еще знаете что сказала чтобы секции как бы одинаково смотрелись носки да вот таких больших клубков можно сразу вязать два носка один носок вязать из внешней нити брать внешнюю нить а второй носок вязать из внутренней нити тогда можно сразу параллельно вязать два носочка и не надо перематывать отдельно пряжу в клубки и секции тоже должны ложиться в носке равномерно я не пробовала но такой вот совет дала марина и посмотрим дальше идем дальше так я пододвину сейчас камеру поближе вот и теперь будем дальше с вами рассматривать значит я делала заказ я уже говорила у меня у предыдущая посылочка на сайте бути нет и но это я делала вот сейчас заказ а еще я и весной тоже делала заказ и поэтому я уже собрала тут пряжу вот этих общих заказов и хочу вам показать значит вот например пряжа она кстати очень бюджетная вот кто например ищет такой более бюджетную пряжу да кто например вяжет много например да или вот следочки или вот для семьи чтобы было многое чтобы было не жалко да то вот пожалуйста эта пряжа очень бюджетная и тоже ее многие хвалят вот я пока еще из нее не вязала что-то у меня тут перемотанный моток видимо что-то я хотела или может быть у меня моток распустился я даже сейчас не помню что-то я перемотала в общем у меня а здесь видите вот они в сложение и эти ниточки здесь классический насочный состав и здесь получается 50 грамм 130 метров то есть уже у нас я думаю идут спицы тоже от номера три с половиной до до четверки так а где же спицы а что-то я не вижу какие у нас тут спицы обозначения а вот 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 а кстати смотрите вот видите такой значок интересный вот это вот это еще говорит о том что из этой пряжи можно вязать на машинке вот это вот значок означает машинная вязка то есть подходит пряжа и для машинной вязки кстати вот у кого машина до девочки имейте в виду тем более кто вяжет например из носочной пряжи какие-то аксессуары там бактус и лишали то пожалуйста можно и на машинке вязать и у нас тут спицы до три с половиной четыре как я и сказала то есть когда уже более толстенькая пряжа то можно уже начинать спицами номер три с половиной и у меня ну разные цвета это в общем-то одна и та же пряжа просто разные цвета у меня но мне вот больше всего нравится такой смотрите кофейный хотя от бежевый тоже очень красиво все они красивые знаете я на один смотрю другой беру и все мне нравится я брала конечно по два моточка но из расчета что если допустим захочу связать носки просто однотонные и допустим не на свой размер там 35 36 а буду вязать там на на сороковой к примеру дали сорок первый то чтобы мне действительно хватило вот это вообще такой капучиновый цвет я думаю что получились бы шикарные такие вот мужские носочки значит таких два у меня матка значит таких два ведь и такой прям винно-красный отдаются немножко на камеру более таким ярким но все-таки он такой ближе к такому тёмно-тёмно гранатовому я бы так даже сказала таких два моточка я просто откладываю сразу вот и таких два у меня вот таких два и вот это из последней покупки такие желтые мне захотелось да тоже что такое осеннее не знаю может быть скомбинирую тоже вот это тоже толстенькая толстенькая ниточка толстенькая пряжа и вот один серый а может их даже было два не знаю может быть кому-то подарила так теперь давайте посмотрим мы на пряжу от фирмы drops а вот еще от этой же фирмы тоже у меня вот последний раз я в посылочке показывала это не носочная пряжа нет но смысле это носочная пряжа только это не для вязания ну как вот из этой именно пряжи носка а это как добавка добавка к любой другой пряже можно к носочной добавить можно добавить не к носочной если вы вяжете из каких-то остатков к примеру и у вас в составе нет нейлона а он обязательно нужен нейлон или полиамид чтобы пяточка и мысочек не протирались то как раз вот есть вот так называемая by love karn которую можно добавить к другой пряже и тоже вязать носки или весь носок или вот как я сказал только на пяточку и на мысок добавить это уже по желанию вот поэтому вот в этой но фирме вот видите вот это их марка меня кстати спросила одна зрительница алена у меня есть такая пряжа я не знаю как правильно зрителям прочитать название название читается так как это немецкая фирма название читается на немецком и это означает вольбуд что значит что это значит тут меня зрительница спросила сейчас я спицу возьму чтобы пальцем не закрывать здесь смотрите воль это воле потому что по-немецки пряжа шерсть это воле но шерсть это шур воле но вообще если в общем сказать пряжа да то это воле здесь сократили написали воль но букву и убрали воль а буд это от фирмы от слова бути нет здесь просто воль буд так и читайте как здесь написано то есть это не английское слово вот и пожалуйста вот так называется это пряжа by love karn как я уже сказала и там тоже есть разные цвета вы знаете вы просто заходите на сайт бути нет и и просто в поисковике задавайте by love karn и вам высветится просто вся палитра вы можете любой цвет подобрать к вашей пряжи какой вы захотите вот я взяла на пробу пока только вот такие два цвета кстати они подходят идеально вот смотрите вот это вот капучиновый точно такой же один в один а вот этот немножечко другой здесь более такой светлый здесь более такой насыщенный вот но в любом случае вы палитру увидите когда будете задавать так давайте посмотрим пряжу от фирмы drops у меня здесь вот такие артикулы носочной пряжи это вот эти марки которые выпускает фирма drops это значит насочная пряжа норд затем насочная пряжа фабл называется и вот такая вот дилайт это все насочная пряжа значит из этой пряжи я вязала носки я получала как-то в подарок давно получала и у меня вот остались остаточки я сейчас использовала на носочек вот я связала один носочек вот такой спортивный коротенький и использовала эту пряжу для мыска и вверху для манжета а вообще до этого я вязать от у меня остатки остались смоточка я вязала носки по моему регина у меня заказывала вот такие вот носочки и еще у меня остатки есть такой же точно пряжи я потом еще покажу я доминику вязала значит вот из этой пряжи вязала очень хорошая очень мягкая и тоже тоненькая это пряжа классический носочный состав и здесь у нас спицы 3 миллиметра ну вы знаете я бы даже на 275 и на 2 и 5 даже вязала хотя я хочу вам сказать кстати пряжи норд пряжа норд я из нее вязала и у меня вот эти вот носочки две пары связаны из пряжи норд смотрите здесь я носки вязала если я не ошибаюсь по-моему у меня это были спицы номер 2 и 5 очень нежные носочки получились очень мягкие такие знаете очень очень прям мегусенькие мегусенькие прям вот и хочется вот так вот прям на ножку надеть они теплые мягкие классные это тоже самое я вязала вот я брала вот этот лакс цвет и у меня вот такой еще в остатках есть цвет я брала и вот здесь я ну видите ниточка же тоненькая я думаю дай-ка я по-моему на 225 связала их и вот вы знаете вот эти носки это уже по-другому во-первых они видите они такие ну плотненькие да вот кто любит прям плотненькие носочки да тогда можно из этой пряжи вязать и получается носочки прям такие плотненькие знаете вот но кто любит носки более такие нежные и мягенькие то все-таки лучше вязать большим размером спиц то есть все-таки 225 и ой 225 2 и 5 или 275 все-таки для этой пряжи подходит лучше потому что я поняла что после стирки пряжа раскрывается естественно и вот чтобы они прям совсем не свалялись да желательно все-таки смотреть на этикетки обозначения и здесь у нас да вот я же говорю три миллиметра вот ну на тройке я даже не знаю честно говоря но вот на 225 я вязала прям сильно плотно еще вот здесь где жаккард а где жаккард я по моему чуть побольше брала по моему 2 и 5 но тем не менее тем не менее они очень очень такие прям знаете узенькие хотя получились красивые очень красивые вот и это пряжа она невероятно мягкая вот если вы из такой пряжи не вязали то я вам рекомендую попробовать я видела также видео олесе дремовой она тоже из этой пряжи вязала носочки великолепные классные классными тоже очень очень понравилось вот у меня таких четыре моточка цвет и этот красивый и этот красивый вообще все цвета красивы у них вообще вот это пряжа норд там такие классные цвета просто обалдеть так фабула у меня только два моточка вот таких горчичных и вот такая у меня еще пряжа вот дэлайт видите они вот вот такие моточки здесь бирюзовый с фиолетовым а здесь такой антрацит тоже фиолетовый лиловый а вот такие они здесь ниточка похоже очень на ровницу она такая прям пухленькая и не очень такой сильной скрутки здесь тоже спицы три с половиной миллиметра заявлено 50 грамм 175 метров и классический носочный состав из этой пряжи я еще не вязала тоже из нее вязала олеся дремова замечательные носочки просто шикарные и она очень хвалила тоже эту пряжу тем более что это пряжа ведь она так окрашена красиво что подойдет не только для носочков можно и шикарный бактус связать или шикарный палантин буду пробовать так идем дальше что у меня еще здесь моих запасах вот кстати хочу показать вам носочную добавку которую я показывала вам тоже весной что я заказала на сайте где я заказываю русские книги но вы знаете я этой добавкой так и не воспользовалась ни в одном носочки все-таки она очень сильно толстоватая очень вот это ну чистая синтетика до что здесь получается носочная добавка для ручного вязания по составу по составу стопроцентный полиэфир ну в общем стопроцентная синтетика но вы знаете я так подумала вот если я вижу и у меня получается такие вот тоненькие нежненькие носочки с такой нежной тонкой пряжи я не могу себе представить вот такую вот нитку в пятку добавить как это будет смотреться не хочу просто чтобы пятка тоже колом стояла знаете я понимаю что это конечно крепит пятку и все остальное но во первых здесь очень ограниченная цветовая гамма видите вот я на сайте только молочный цвет вот взяла и вот такой вот коричневый не ко всему это подойдет не везде это можно добавить потому что это будет просматриваться ну допустим с другой пряжи и я считаю что это будет достаточно некрасиво то есть вот голубой у меня будет просто коричневая пятка если только вязать вот именно коричневый цвет пряжи взять и вязать допустим коричневый мысок коричневую пятку ну тогда да или молочный а так с какой-то другой пряжей не знаю я пока ей не воспользовалась не знаю друзья пригодится ли она мне в будущем или нет но пока как бы я и и не решила не решила связать ею значит так предыдущем видео также я вам показывала что мы прежде чем поехать к родителям заехали на блошиный рынок и там вот одна женщина продавала пряжу носочную и я купила вот такие вот шесть моточков мне очень понравилось это никакой особой тут марки нет это просто написано вот такая обычная носочная пряжа без каких-то обозначений особенных здесь пятидесяти граммах 210 метров и классический носочный состав спицы рекомендованный номер 225 вот я думаю что и на слитки и на носки и где-то добавить где-то отделку сделать допустим до мысочек носочек или где-то может быть манжет на носке то будет просто классно и замечательно или также вот в технике helix допустим связать смиксовать какую-то пряжу думаю что тоже будет классно таких у меня еще шесть моточков и и и вот такие смотрите у меня еще красивые есть вот такая пряжа у меня есть опал вот это вот вырви глаз цвет называется да я бы так назвала так сейчас камеру я немножко вот так будет лучше видно вот это вот прям прям пряжа вырви глаз ведь такая вот прям замечательная яркая 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 я думаю это что-то такое весеннее прям ну не знаю прям супер супер или где-то на отделку или также где-то смешать методом helix связать в такой технике носочек еще есть вот такая я показывала вам называется это пряжа божья коровка вот у них очень много раз на этой пряжи я кстати также видела в других каталогах что у них есть и пряжа вот это например серия у них регенвальд называется есть еще от мане прям где чуть ли не в картины в такие вот это вот пряжа вся в узоре ложится и вот такую заказала вот в посылочке тоже показывала вам вот альпина тоже яркая достаточно насыщенная и по-моему она была по акции это тоже такая такие моточки здесь 100 граммовые такие пухленькие хорошенькие вот но это тоже более такая тоненькая пряжа это для спиц номер два два с половиной я так думаю так что здесь по обозначениям хотела быстро вам сказать и пока что-то я не вижу где 100 грамм 420 метров ну да это спицы номер два я думаю не в упор не вижу просто обозначение по спицы ну ладно это не столь важно вот и здесь вот например на этой пряжи написано вот четыре сложения ниточка вот и здесь смотрите у меня есть еще такой моток от фирмы лана гросса вот что-то я видимо тоже сматывала перематывала здесь вот здесь уже написано зэкс фах то есть шесть фах в шесть сложений запуталась уже с русского на немецкий вот здесь как бы уже ниточка потолще да но друзья если честно вот взять просто эти две пряжи вместе да да посмотреть вот толщину одной ниточки вот она смотрите и посмотреть толщину другой ниточки да то вот как бы на глаз я бы не сказала что они как-то сильно отличаются вот смотрите это должна быть толще ниточка она даже наоборот как-то выглядит тоньше чем вот это или практически одинаково ну то есть я большой разницы не вижу вот здесь вот если например взять сравнить вот эту пряжу которая в шесть сложений вот здесь уже видно что ниточка такая более толстенькая более пухленькая ну будем пробовать посмотрим друзья что будет я думаю что вот здесь вот носочки были бы замечательные каким-то теневым узором просто прекрасные вот значит теперь что еще хочу вам показать пряжу хочу показать вам из магазина и мезинг вул с которой я вот начала кстати сейчас вязать носочки хочу вам показать как и что у меня вообще получается вот так я начала вязать носочек из новой пряжи но сначала я покажу вам давайте свои готовые носки значит вы видели уже в предыдущем видео я показывала что я связала один носочек вот вот таким узором елочки елки-палки да вот жаккарда значит у меня связались уже две пары все носочки закончила я их постирала вот они у меня сняла их с блокаторов слегка отпарила их вот такие они у меня прекрасные получились но значит заметно да что полиняла пряжа не знаю может быть на камере не очень но так заметно видите вот здесь на резинке здесь вот носки здесь с этой стороны вот здесь вот ночью полиняла пряжа изначально вот я вязала у меня носочная пряжа у меня три мотка здесь вот это вот новый моточек у меня было это были у меня остаточки и я вязала смотрите изначально видите какая пряжа цветом а теперь она подсинилась немножко скажем так стала прям белоснежная да вот если так посмотреть но видно вот видите пятна видно вот здесь полиняла в общем есть пятна в общем на этой пряжи вот здесь пятка где-то вот резинка вся тоже видите хотя я добавляла соль я добавляла немножко соль я уже предполагала что будет линять пряжа когда уже вязала у меня руки немножко красились вот и я добавила значит воду соль стирала в такой комнатной температуре воде не холодной не горячей для шерсти я знаю что это нельзя вот поэтому в обычной такой температуре стирала но тем не менее носочки полиняли вот это у меня пряжа кауни вот такие вот остаточки на очень тоненькая это пряжа и она невероятно красится то есть я сделал для себя вывод что такую пряжу нельзя смешивать именно кауни нельзя смешивать с чисто белой пряжей лучше смешать вот с какими-то остаточками у меня это тоже носочная пряжа вот с какими-то остатками по цвету или хотя бы что-то вот в таком тоне но не с белым естественно да вот но тем не менее я их связала уже как получилось так получилось посмотрим значит куда я дальше смогу применить вот эту вот синюю ниточку с чем ее смогу смешать чтобы она не сильно ну когда линяла чтобы не сильно на цвет влияла вот кстати хотела вам показать вот пряжа и еще у меня была фаббл я вот из этой пряжи вязала доминику носки а из вот этой вот которая у меня на добавочку вот где опустила в этот носочек из это я вязала регине носочки и вот пряжа норд тоже у меня остался вот такой моток это как раз то пряжа вот показывала я где я связала вот эти две пары у меня было два мотка и мне хватило на вот эти две пары и со второго мотка это еще вот что у меня осталось вот у меня тут вот в остаточках тоже кое-что есть а это я добавляла как раз таки это пряжа это стопроцентная альпака стопроцентно это такая мягкая невероятно мягкая пряжа вот я ее сюда добавляла и сейчас я вижу вот носочек начала вязать носочек по мастер-классу маринай у нее есть носок набор методом джуди вязание от мыска вот я попробовала вязать от мыска то есть это весь носок связан от мыска и здесь я уже вязала пятку бумеранг вот видите так сейчас поближе покажу вот пяточка бумеранг вот мне сама пяточка мне понравилось но видите здесь есть некоторые недочеты вот такие вот отверстия ну не критично да их практически не видно но все равно знаете хотя я пыталась затягивать здесь ниточку очень хорошо но тем не менее отверстия вот видны не знают видно вам нет вот вот например одно и второе вот видно да вот надо будет мне как-то поработать над этим чтобы в следующий раз вот этих вот отверстий не было при развороте хотя я честно говоря носочки еще не стирала может быть постираю как-то они разойдутся но что-то мне с трудом верится вот эти вот отверстия все-таки хорошо видны ну или я может быть очень критично к себе носок я не стирала здесь вязание от мыска очень получается такой аккуратный набор просто аккуратнейшие я бы сказала вот мысок у меня связан вот эта фирма дропс это фаббл пряжа и дальше я вязала весь носок из пряжи фирмы с хиппхис это из магазина и мизинг вул друзья такой мягкой пряжи я еще никогда не пробовала если пряжа норд вот она мягкая то это еще в раз пять мягче чем пряжа норд она просто просто ну я не знаю ну как сравнивают девочки говорят да там животик котенка или что там или мех и и в общем это натурально вот настолько мягкая невероятно просто мягкая что самое интересное когда я вязала я же примеряла естественно носок вот она сразу теплом отдает только носочек на ногу я надела так тепло так мягко так уютно становится и здесь я связала вот с такой манжет и то есть не резинку я вязала а это манжет тут как показывала марина и в своем мастер-классе я все здесь подшила в одном месте я на один ряд каким-то образом спустилась не туда и это вот заметно вот здесь видите вот здесь вот ровно вот ровная линия вот здесь вот видно да а с этой стороны вот видите здесь ровно а потом раз и вот в этом месте куда-то ушло это вот здесь я как-то на один ряд не туда спустилась и еще я знаете что сделала у мастер-классе у марина и просто она вяжет лицевой гладью потом подгибает а я связала лицевую гладью и место подгиба провязала просто один ряд изнаночными петлями и потом провязала столько же вниз но в другую сторону как бы не в другую сторону а для подгиба вот и потом когда вот подогнула носочек здесь такой рубчик хороший получается вот смотрится знаете как бы свободно вот здесь вот резиночка да но она на ноге не болтается она прям классно так вот на ножки сидит обалденно мне очень понравилось что самое интересное вижу всегда носки на свой размер но почему-то потом когда надеваю на блокатор это получается 38 39 вот примеряла этот носочек на себя хорошо неплохо но пятка немножко большеватый то есть все-таки это размер я думаю что но не 36 но может быть где-то 37 38 39 наверно маловато будет на 39 нет но я думаю что 37 38 это вот точно как раз носочки теперь буду вязать второй носочек у меня еще вот это один только моток смотрите у меня совсем немножечко ушло с одного мотка мне тут хватит еще и останется и у меня еще есть пряжа вот такая но это я уже хочу знаете все-таки попробовать вот именно осенние носочки снова связать моей любимой вот техники хеликс вот такими вот ячеечками вот это называется вот это хеликс я извиняюсь неправильно говорю а вот это брукн сит стич как как сказать разбитые ячейки разбитые семена ну как-то так в общем с английского на русский так не переведешь красиво да вот но узорчик получается красивый у меня таким узорчиком еще другие носочки связаны я вам показывала но это совсем не носочная пряжа вот кстати кстати это у меня ализе вот я вам хотела показать в прошлый раз не нашла мотки а теперь нашла вот это пряжа с которой я вязала вот эти вот носочки вот эти и вот эти желтые вот это все вот это вот пряжа и теперь смотрите это не носочная пряжа и смотрите как классно сюда подойдет вот это вот носочная добавка так куда я положила носочную добавку в по цвету смотрите как она подойдет шикарно то есть теперь я могу связать носочки вот с этой носочной добавкой и будет классно за счет того что эта ниточка просто тончайшая она просто тончайшая невероятно то будет очень даже классно я вот вязала на спицах два с половиной вот можно даже на троечке спокойно связать и они получатся еще мягче еще как бы такие более воздушные да вот коричневый смотрите как классно сочетается с красным и я также вот сочетала с вот здесь таким как горчичным я бы сказал не желтым а горчичным тоже классно получилось очень вот поэтому друзья видите у меня теперь пряжи вязать не перевязать да вот теперь спрашивается алена где еще взять бы пару рук и время чтобы все это связать а времени катастрофически просто не хватает катастрофически но друзья я не забыла вы у меня просили связать вот такой узор в камеру и вы меня попросили показать как вяжется такая пяточка вот узор кстати же карту я потом смотрела мне ирина сказала что жаккард надо потом смотреть чтобы хорошо растягивался чтоб на ногу его можно было надеть да у меня хорошо растягивается все отлично вот и смотрите здесь пяточка вот такая у нас получается вот клин у нас получается на подошве то есть мы вяжем клин не вот здесь где мы всегда вывязываем сокращаем петли а после того как мы вывязали пятку мы все петли набрали вяжем по кругу только клин вяжем не вот здесь а клин вяжем вот здесь вот вот здесь от угла пятки от одного до другого Вот у нас угол пяточки, который мы с вами вывязали, вот уголок этот, да, я показывала в мастер-классе, как вязать эту пятку, вот, и потом мы начинаем делать клин убавок именно с пяточки, вот здесь вот, вот, я все это покажу, буду вязать еще одну пару таких вот носочков с таким же узором, но возьму уже другую пряжу, не кауни, вот, а что-то другое, и будем с вами вязать носок елочки сверху, потом покажу вам пяточку. Вот такой сделаю мастер-класс для вас, я не забыла, друзья, как только время будет, постараюсь на следующей неделе все это для вас сделать, вот, пожалуйста, пишите ваши комментарии, как вам понравились мои носочки, пишите, что, какие носочки вяжете сейчас вы, кто-то вязал из вас, может быть, такие спортивные тоже носочки от мыска, как вам нравится такая техника, как вам нравится пятка бумеранг, ну, мне вот понравилось, единственное, я говорю, что вот, ну, если не считать вот этих вот небольших вот таких, вот погрешностей, да, то, в общем и в целом, я думаю, еще пару раз попробую, у меня уже будет получше получаться. Пишите ваши отзывы, пишите ваше мнение, как вам нравится, что вам нравится. Очень многие, кстати, из вас написали, что лучше всего наша бабушкина пятка. Согласна с вами, друзья, что лучше, конечно, бабушкиной пятки, наверное, нет, и сидит она хорошо на ноге, очень многие написали, лучше всего не сползает и смотрится хорошо. Ну, я пробую также что-то и другое, пробую другие техники, мне очень нравится, во всяком случае, сейчас вот этот вот носочек от мыска, который вяжется, друзья, это просто сказка. Мне понравилось очень, очень понравилось. Вот, поэтому, думаю, что я тоже вас вдохновила. Если не на вязание носочков, то просто на вязание или на то, чтобы перебрать свою пряжу, а может быть даже и на вязание носочков, поэтому, пожалуйста, будем вязать с вами вместе. Проходите все каналы, которые я сказала, где я вдохновляюсь носочками, у Ирины, у Маринай, у других, я все вам оставлю, все ссылочки под видео. Проходите, пожалуйста, смотрите, знакомьтесь, вдохновляйтесь и вяжите с удовольствием. На этом, друзья, я свое видео хочу закончить. Желаю вам приятных выходных и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok